Добрый вечер! А самое важное прямо сейчас в программе «Вовремя» в студии Станислав Стоянов. Смотрите в выпуске. Первые дни лета обещают быть дождливыми. Уже завтра в Приднестровье придет очередной циклон. Чем закончилась аттестация школьников в 13-й столичной школе и почему учащиеся не смогли сдать экзамен? Убийство не совершено, преступник задержан. Кому все-таки обязаны жизнью трое жителей Германии? А также о культурной жизни республики расскажет новый сайт. По данным Гидрометцентра, на нашу республику надвигается очередной южный циклон. На ближайшие двое суток объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ливневые дожди с грозами, местами град и усиление ветра до 18 метров в секунду. Температуры ночные останутся прежде, как они были, в пределах 13-16 градусов. Завтра дневная температура еще более-менее теплая, более такая высокая, 23-26. А первая немножко за фронтом, за холодным, западет заток холодного воздуха. Поэтому дневная температура 21-24. По данным, по нашим, получается, что первые 10 дней июня, декада, есть вероятность каждый день, местами кратковременных дождей. К основным событиям этого дня. Президент Евгений Шевчук провел совещание с председателями трех судов – Конституционного, Верховного и Арбитражного. На встрече обсуждался ряд актуальных для судейского сообщества вопросов. Текущее положение дел в судах – совершенствование действующего законодательства республики, его гармонизация с правовым полем России, неполная укомплектованность, в частности, судов общей юрисдикции. Об этом и не только шла речь на совещании. Как органы судебной власти, так и президент выразили определенные озабоченности состоянием органов судебной власти и необходимости законодательного регулирования ряда вопросов, в том числе механизма гарантирования деятельности судей, механизма выплаты выходных пособий и необходимости формирования ряда институтов, скажем так, в правовом поле, которые позволили бы обеспечить более стройную работу в том числе органов судебной власти. Особое внимание на встречу было уделено также вопросу реализации принятого уже Верховным Советом закона об обеспечении доступа к информации о деятельности судов. Его цель – информирование населения обо всех рассматриваемых делах. Копии судебных решений по ним должны будут публиковаться на официальных сайтах судов. Если для арбитражного суда проблема практически решена, на нашем сайте можно найти любой судебный акт, и они не засекречиваются, в них не закрываются отдельные параметры, то для судов общей юрисдикции это будет проблемой, поскольку, если посмотреть на практику Российской Федерации, решения, которые выкладываются в суд, представляют собой некий пустой практически судебный акт, не содержащий ни имен, ни фамилий, ни дат, ни, собственно, по сути, существа правоотношений. В обратном случае, как говорилось на совещании, будут нарушены права человека на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Закон об обеспечении доступа к информации о деятельности судов вступит в силу с января 2014 года. По словам руководителей судов, его осуществление является достаточно затратным и, возможно, потребует более длительного периода, чем указанные сроки. По окончании встречи глава государства поручил председателям Конституционного, Верховного и Арбитражного судов выработать наиболее оптимальные решения по ряду озвученных сегодня вопросов. Наталья Храмова, Александр Савюк, Первый Приднестровский. Продолжаем выпуск. Тарифы на услуги газоснабжения, электроэнергию и тепло в первом квартале 2014 года для населения повышаться не будут. Рост запланирован с 1 апреля будущего года. А на водоснабжение и водопотребление тарифы в течение всего следующего года останутся на уровне нынешнего. Соответствующее постановление сегодня приняло правительство. В следующем году государство продолжит оказывать поддержку населению и хозяйствующим субъектам в сфере тарифной политики. В первом квартале тарифы на коммунальные услуги, газ, электроэнергию и тепло сохранятся на уровне нынешнего года, говорили на заседании. Для того, чтобы не было большого давления на инфляцию и для того, чтобы поддержать население, было принято решение о повышении тарифов для населения с 1 апреля 2014 года. При этом предположительный рост тарифов составит порядка 6%. При этом по анализу Министерства экономического развития самый большой скачок инфляции идет именно в первом квартале, потому что идет обычный рост цен и на продукты питания, и на услуги. Согласно постановлению правительства с 1 апреля 2014 года тариф за услуги газоснабжения для населения в пределах установленных лимитов вырастет на 6%, сверх лимита на 12%. Для промышленных предприятий этот показатель будет немного выше. На 2014 год для промышленных и прочих потребителей услуги газоснабжения рост составит до 9%, для государственных коммерческих организаций рост до 10%, для муниципальных унитарных предприятий рост до 15%, для бюджетных организаций рост тарифов на услуги газоснабжения составит 8%. Электроэнергия для населения подорожает на 9%, что составит 57 копеек за 1 кВт-час, это в пределах лимита, сверх него 72 копейки за 1 кВт-час. На 2014 год для промышленных и прочих потребителей присоединенных к передающим сетям стоимость услуги электроснабжения установлена в размере 95 копеек за 1 кВт, рост составит 17%. Для промышленных и прочих потребителей присоединенных к распределительным сетям тариф составит рубль и 19 копеек за 1 кВт-час. Тариф на централизованное отопление в городах, кроме Бендер, вырастет на 9% и составит 3 рубля 57 копеек за квадратный метр жилья. Бендерчанам за эту услугу придется платить немного больше. С 1 апреля 2014 года тариф на централизованное отопление по городу Бендеры составит 4 рубля 10 копеек за 1 квадратный метр в месяц, рост 13%. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 2014 не изменятся, а останутся на уровне нынешнего года. Татьяна Сярова, Станислав Стоянов, Первый Приднестровский телеканал. 87 выпускников Приднестровских школ получат возможность бесплатно учиться в российских вузах по квотам, предоставленным в этом году нашей республике. Такое решение сегодня принято на заседании межведомственной комиссии. Как решали, кто пойдет учиться в Россию, знает Степан Бугаев. Учиться в Россию отправляют лучших абитуриентов. Преимущество есть у сирот, ребят из многодетных семей и других льготников. Но главный критерий – уровень знаний. Все претенденты должны учиться только на «хорошо» и «отлично». К слову, в прошлом году было другое обязательное условие. Все желающие поступить на бюджетные места по предоставленной квоте должны были иметь итоговую пятерку по русскому языку, вне зависимости от выборной специальности. Теперь этот критерий отменен. Но вместе с тем Россия сократила и количество квот. Это касается всех стран. Для Приднестровья оно уменьшено почти в два раза – до 87 мест. Хотя, вероятно, что на самом деле их будет чуть больше. Мы надеемся, что после распределения квот, выделенных для Молдовы, у них комиссия будет заседать 5-6 июня, мы получим также невостребованные молдавскими школьниками места в вузах России. И наши ребята тоже смогут претендовать на получение этих квот. Судя по отметкам, приднестровцы будут достойными студентами. Большинство школьников, получивших бюджетные места в России, это претенденты на медали, призеры республиканских или, как минимум, районных олимпиад. Московский государственный технический университет имени Баумана. Информатика и вычислительная техника. На одну квоту претендуют 5 участников. Значит, из этих 5 участников у нас получается, что у четверых средний балл аттестата пятерка. За небольшим исключением, вузы, где будут учиться приднестровские ребята, расположены в европейской части России, в западных областях, поближе к дому, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Специальности подбирались таким образом, чтобы большинство из них можно было применять в Приднестровье. Во-первых, шанс вернуться, а во-вторых, в Приднестровье получить квалифицированные кадры, не просто отправить куда-то учиться и там спасибо и до свидания, чтобы они вернулись и знания уже применяли здесь на практике. Представитель Россотрудничества отметил, в нашей республике растет потребность в получении российского образования. А представители Приднестровья говорят, что попросят увеличить количество квот для абитуриентов из нашей республики на следующий год. Степан Бугаев, Павел Божонко, Первый Приднестровский. В Слободейской госадминистрации прошла встреча министра по социальной защите и труду с жителями района. Повышение пенсионного возраста, увеличение зарплат, отчисление в государственный фонд. Оксана Буланова ответила на эти и многие другие вопросы. Слухи о повышении пенсионного возраста не обоснованы. По словам Оксаны Булановой, в 2014-м его не будет. Увеличение пенсии, к сожалению, пока тоже не предвидится. За счет чего формируются доходы бюджета фонда. Основная масса – это единый социальный налог, который уплачивает работодатель за своих работников. Но, к сожалению, на сегодняшний день статистика показывает, что у нас на двух пенсионеров один работающий. Что касается размеров заработной платы. На кардинальные изменения действующей системы оплаты труда, по словам Оксаны Булановой, пока нет средств. Чтобы изменить ситуацию, правительство республики предложило законодателям внести изменения в закон об оплате труда работников в бюджетной сферы. В частности, для учителей и врачей рассматривается увеличение так называемых надбавок за напряженность. Сейчас проектом закона мы предложили норму до 70, изменить и установить норму до 140 РУЗП. Если Верховным Советом будет принят этот проект закона, тогда будут разработаны уже соответствующие постановления правительства, которые будут устанавливать перечень надбавок и доклад, они будут пересмотрены и увеличены. Тот же законопроект сообщил Оксана Буланова предусматривает увеличение надбавки за категорию. Например, для учителей высшей категории ее планируют увеличить в четыре раза. В завершении встречи Оксана Буланова призвала жителей района проконтролировать, отчисляет ли их работодатель единый социальный налог. Чтобы потом не получилось, когда вы придете на пенсию и будете доказывать, что вы работали, а за вас единственный заработок не платили, и основание засчитывать вам трудовой стаж и деятельность, где у вас нет платы и министр правового сноса, произведен не включен в министр трудовой стаж. Об этом должен думать работник. Работодатель все равно. Даже при соблюдении всех правил приема на работу, считает Оксана Буланова, есть вероятность, что работодатель не отчисляет единый социальный налог зарплат своих подчиненных. Поэтому лучше обратиться в Единый государственный фонд социального страхования и самому убедиться в гарантированной пенсии. Сюзанна Авакян, Ольга Канцур и Николай Биркиншток. Первый Приднестровский телеканал. Глава Министерства труда и социальной защиты на встрече с активом Словодейского района также сообщила, что в будущем году в селе Чебручи планируют открыть центр дневного пребывания для детей-инвалидов. В Словодейском районе таких детишек порядка 140 человек. Поэтому и возникла, на мой взгляд, уже острая необходимость создания такого центра для того, чтобы мамы смогли как минимум устроиться на работу, элементарно сходить в поликлинику. Это очень необходимо матери, которая воспитывает ребенка, который требует постоянного ухода. Открытие центра предполагается в рамках международного проекта. За счет этих средств планируют также наладить транспортное сообщение между учреждением и его будущими воспитанниками. Удастся ли при существующем дефиците денежных средств своевременно выплачивать пенсии и заработные платы? Ожидается ли их увеличение? Что предпринимается руководством республики для развития экономики? Об этом и не только говорили в Дубосарах руководство района, представители Министерства финансов и жители города. В прошлом году Дубосарский район собственными силами собрал 55 миллионов рублей. И хотя это на 13% больше запланированного, без помощи из республиканского бюджета он бы не смог выполнить даже социальные обязательства. Экономисты подсчитали, чтобы ситуацию изменить и решить давно наболевшие вопросы по ремонту дорог, жилфонда, систем коммуникации, району необходимо 760 миллионов. В Дубосарах говорят, увеличить поступление в бюджет можно только путем возобновления работы бывших предприятий. На территории Дубосар находится бывший пивзавод. Первый бывший собственник взял кривит большой под этот завод, ориентированно, по-моему, больше миллионов долларов. И благополучно, по пределам нашей республики. Когда человек, который пришел заново на это предприятие, продает, чтобы инвестировать туда деньги, немалые суммы, около миллиона и больше, закупить оборудование для переработки овощей, фруктов и бутари. На этот завод в Дубосарах возлагают большие надежды. Итальянский инвестор, который уже более пяти лет занимается сельхозпроизводством в районе, в этом году закупил шесть поливальных установок. Планирует выращивать овощи. Предприниматели из Чехова, российского города Побратима, готовы помочь с рынком сбыта. Единственное звено, которое выпадает из общей замкнутой цепи, это завод по переработке. Я думаю, что данный вопрос необходимо, наверное, проработать с Министерством экономики, потому что если бы это была задолженность по бюджету, ну, или еще какой-то найти выход, в части, может быть, реструктуризация задолженность по бюджету. Планируют в этом году запустить и мясомолочный завод. Единственное пожелание дубосарцев – поменьше бюрократических проволочек и лишних бумаг. Столько всяких приложений, ну, вступительных, воизменения, воизменения, воизменения. Это общая фраза, так сказать. И чтобы разобраться в этой паутине, надо иметь, знаете, не одно образование, а практику такую круглосуточную. То есть, или сделать новую редакцию – это первое. Второе – ни одного, как бы, инструктивно-методического семинара не было. У нас есть и соответствующие поручения правительства. Мы проводим ревизию, как бы, всех наших документов, чтобы избавиться от тех лишних. Мы стараемся на нашем официальном сайте вывешивать текущие редакции, в том числе инструкции. Законы у нас есть на сайте, что касается каких-то семинаров, проведения. Я так думаю, что можно уже подумать. В заключении встречи Елена Гиржул рассказала о приближающемся третьем инвестиционном форуме. Он позволит привлечь в республику дополнительный капитал и создать новые рабочие места. А значит, и увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы. Анжела Кранчук и Виктор Меленчук, Первый Приднестровский. К слову, о предстоящем инвестиционном форуме. О некоторых проектах, которые будут представлены на нем, рассказала Майя Парнас, заместитель председателя правительства. По ее словам, уже известно о ряде иностранных инвесторов, которые готовы вложить значительные средства в инвестиционные площадки на территории нашей республики и с нуля сдать новые производства, в том числе промышленные, что особенно важно для Приднестровья, отметила Майя Парнас. На сегодняшний день у нас есть по крупным промышленным производствам предварительные договоренности. Есть также и по торговым площадкам, также есть предложения. И есть предложения по туризму, и по сельскому хозяйству есть предложения. То есть там довольно-таки большой объем. Надеемся, что результаты третьего инвестиционного форума, они будут намного эффективнее, чем результаты предыдущих двух форумов. Полиция предотвратила убийство трех человек в Германии. Об этом на неделе громко заявили молдавские СМИ. Но вот загвоздка. На самом деле раскрыли попытку заказных убийств приднестровские таможенники. Почему правоохранительные органы Молдовы присваивают себе чужие успехи – в нашем следующем сюжете. Сайт известного молдавского телеканала «Новость» за 28 мая. Молдавские полицейские раскрыли три попытки заказных убийств. В материале с таким громким названием. Ссылаясь на руководителя генерального инспектората полиции Иона Бодруга, автор подробно рассказывает о том, как правоохранительные органы Республики Молдова замечательно работают. На такое сообщение незамедлительно отреагировал Государственный таможенный комитет и разместил на своем сайте заявление. В нем, в частности, говорится, что информация, появившаяся в молдавских СМИ, является попыткой ввести в заблуждение мировую общественность, исказив реальную ситуацию, связанную с раскрытием этих преступлений. В начале апреля 2013 года при проведении оперативно-ростных мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений на территории Приднестровья, была получена информация о том, что гражданин Республики Молдова, проживающий в настоящее время на территории Европейского Союза, занимается поиском исполнителя совершения убийства на территории Европейского Союза, а именно в городе Гамбурге. Сразу после этого приднестровские таможенники приступили к проверке полученной информации. В результате оперативно-розыскных мероприятий таможенные органы собрали неопровержимые доказательства. Заказчик преступления даже передал предоплату 800 евро. На основании полученных фактических данных 13 мая сего года Государственный таможенный комитет направил письмо в адрес полиции города Гамбурга, предложив совместно провести дальнейшие оперативные разыскные мероприятия. Правоохранительные органы Молдовы подключились к дальнейшей работе только после обращения к ним сотрудников полиции Гамбурга Германии для получения информации о гражданине Молдовы, непосредственном заказчике. Эту ситуацию прокомментировал и МИД Приднестровья. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, такого рода сообщения говорят о ненадлежащем уровне взаимодействия соответствующих органов Приднестровья и Молдовы. Мы в течение года говорим об этом на различных площадках. Получили сейчас мы с вами очередной наглядный сигнал. Вы знаете, ведь Приднестровье предложило активизировать взаимодействие правоохранительных органов для борьбы с преступностью не месяц назад, а 11 месяцев. Пока продвинуться нам в переговорах по этому вопросу не удалось. Вот мне кажется, что та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, заставит задуматься наших международных партнеров и заставит задуматься наших партнеров в Республике Молдова о том, что нам нужно быть активнее, продвигаться вперед и все-таки оформить правовые рамки такого взаимодействия. В ГТК расценивают заявление начальника Генеральной инспекции полиции Республики Молдова как попытку понизить роль правоохранительных органов Приднестровья в раскрытии организации заказных убийств. По мнению ведомства, это не способствует ни наметившемуся взаимодействию правоохранительных органов двух стран, ни сближению позиций двух берегов Днестра. Ситуация неприятная в первую очередь для приднестровских таможенников, но все же главное – это три человеческие жизни, которые удалось спасти. Ведь преступник задержан, а преступление не совершено. Сюзанна Авакян, Олег Коваленко, Первый Приднестровский телеканал. Сегодня в столице прошло совместное совещание Президиума Верховного Совета и Президиумов районных советов народных депутатов. В работе приняло участие более 60 человек. В ходе заседания было принято решение о создании Совета Президиумов. Это новый совещательный орган, в состав которого войдут члены Президиумов Верховного Совета и Горрайсоветов. Председатель Верховного Совета Михаил Бурла говорит, встреч в таком широком формате не было давно, но, как показывает практика, они необходимы. Именно поэтому возникла инициатива создания такого совещательного органа, который бы объединил представительные органы власти. Те выступления, которые мы слышали, те предложения говорят о том, что этот путь правильный, потому что чем больше участников таких мероприятий, тем больше мы, возможно, услышим предложений конструктивных. Сегодня же рассмотрели и проект положения Совета Президиумов. Отдельные пункты документа стали причиной напряженных дебатов. Тем не менее, положение с учетом поступивших изменений было принято. В нем, в частности, говорится, что председателем Совета Президиумов будет руководитель Верховного Совета. Помогать ему будут три заместителя. Все решения Совета будут иметь рекомендательный характер. Совет собирается не реже одного раза в три месяца. Совет рассматривает любые вопросы, которые там есть отдельное положение. Раздел «Основные задачи Совета Президиумов» наиболее важные. Государственные, в принципе, все эти вопросы, которые вы будете считать нужным, чтобы все вместе здесь нам обсудить. Теперь создание нового совещательного органа предстоит утвердить Верховному Совету. Парламент рассмотрит этот вопрос 12 июня. Также на сегодняшнем заседании заслушали информацию о работе районных советов народных депутатов. Практически все руководители местных советов жаловались на плохое взаимодействие с исполнительными органами власти. Правда, есть район, в котором таких проблем нет. У нас, наверное, большинство проблем, которые были озвучены предыдущими председателями, нет, потому что, может, это северные районы, общий язык с государственными исполнительными органами власти мы находим. Несмотря на все разногласия, которые касаются, возможно, каких-то политических мотивов, возможно, каких-то отношений с собственностью, возможно, каких-то индивидуальных отношений, я бы хотел призвать всех, и органы представительной власти, и органы исполнительной власти, чтобы они максимально находили компромиссы. В принципе, мы люди разумные, я думаю, что нам свойственно то, чтобы помимо того, чтобы ругаться, находить компромиссы. Кроме того, сегодня рассмотрели ряд вопросов, касающихся бюджетного планирования и финансирования государственных расходов в нынешнем году. Также была затронута тема паевых выплат и состояние материально-технической базы представительных органов власти. Андрей Малёван и Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал. Накануне в 13-й столичной школе прошёл митинг. Родители учеников блокировали вход в учебное заведение с требованиями КУНО не закрывать школу и дать детям спокойно сдать экзамены. Школу не сдать! Причем того, чтобы закрыли школу и прессовали детей во время экзамена. Пока в школе пятиклассники писали экзамен, родители некоторых из них заблокировали двери в учебное заведение и не пускали в него работников УНО, так как считают, что они хотят сорвать экзамен. Они пришли, сказали Николаевны, пожалуйста, сообщите детям, что школа закрывается. Кто так делает? У меня ребёнок пришёл домой со слезами, плачет до сих пор. Вчера завалились на экзамен. Они не давали детям глазом моргнуть. В 10-м классе трое учеников просто не дотронулись до ручек, потому что настолько они были шокированы этим всем. В УНО утверждают, такое присутствие на экзаменах стандартная практика, и ученики не только дотронулись до ручек, но и написали аттестационную работу. Другой вопрос как? По итогам проверки 9 учащихся 5 класса получили неудовлетворительную оценку. Кроме того, на экзамене по алгебре 11 неудовлетворительных оценок. И ещё, кроме того, считаю необходимо добавить, что данные экзамены были письменные, поэтому ни один присутствующий на экзамене из членов комиссии и контролирующий орган не имел возможности вмешаться в выполнение работы. Родители говорят, 13-ю школу хотят закрыть. В УНО отвечают – не закрыть. Сейчас рассматривается вопрос о присоединении данного учебного заведения к 11-й школе. Причина – непройденная государственная аккредитация на право осуществлять учебную деятельность. 13-я школа будет присоединена к 11-й в качестве филиала. Но это не говорит о том, что мы закрываем данное образовательное учреждение. Школа продолжает функционировать. Здесь будет вести с преподавания учащихся школы первой ступени обучения, то есть начальная школа. В Министерстве просвещения отмечают – вопрос о реорганизации учебного заведения не новый. Ещё три года назад было запланировано то, что 13-я школа должна со временем присоединиться к 11-й, так как в данном микрорайоне проживает малое количество детей. В итоге низкая наполняемость классов. Для примера могу привести такой пример, что в первом классе сегодня обучается 8 детей, в шестом классе сегодня обучается 11 детей. Конечно, в рамках городской школы это очень маленькая наполняемость классов. Представители УНО добавляют – кто хочет учиться, тот будет. А вот итоговое тестирование показало – зачастую средний балл многих учеников не дотягивался до тройки. Здесь нет вот этого, что говорят, что это самая плохая школа, что вот это вот… Нам Инна Николаевна действительно как вторая мать. Я поменяла четыре школы, но вот эта школа действительно самая хорошая. Обе стороны – митингующие представители УНО говорят, пока вопрос остаётся. Родители хотят продолжать нести свой пост на дверях школы, а работники народного образования планируют искать компромисс, но в нормальной обстановке. Александр Кожухарь, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал. Сегодняшнее заседание Объединённой контрольной комиссии было сорвано молдавской стороной. Началось с того, что представители Кишинёва отказались принимать повестку дня и потребовали от Приднестровья ответ о материально-техническом подразделении, сформированном при штабе Совместных миротворческих сил ПМР в Бендерах. В прошлую среду объяснили полностью ситуацию, для чего нам это необходимо, с какой целью. Молдавская сторона начала делать аргументы о том, что это вновь введённое подразделение. Это не является вновь введённым подразделением, это является штатным структурным подразделением управления штаба миротворческих сил Приднестровья. Оно чётко совпадает со штатной численностью миротворческих сил Приднестровья. Молдавская сторона потребовала направить военных наблюдателей с проверкой. Тирасполь поддержал эту инициативу и предложил при этом такую же комиссию направить в штаб миротворческих сил Молдовы. Молдавская сторона почему-то отказывается направлять военных наблюдателей в свою составляющую, объясняя это различными аргументами, вплоть до того, что какие-то проверки проводились в 2008 году. Была частичная проверка, нас интересовала тогда система АЗИД. По ней было принято решение о выводе её с территории штаба совместных миротворческих сил, но Молдавская сторона так его и не выполнила. Система АЗИД до сих пор находится на территории штаба совместных миротворческих сил. Также пока не получены ответы на вопросы, почему личный состав Молдавских миротворческих сил перешел на круглосуточное дежурство и почему в их распоряжении есть оружие. К ним планируют вернуться на следующих заседаниях Объединенной контрольной комиссии. Авария в столице. Сегодня на одном из самых оживленных перекрестков столкнулись два легковых автомобиля. Как говорят очевидцы, авария случилась по вине водителя автомобиля Volkswagen, двигавшегося по улице Мира. При повороте налево водитель не пропустила Мерседес, двигавшийся во встречном направлении. В результате ДТП автомобили получили незначительные повреждения. Люди не пострадали. Виновником данной аварии является водитель автомобиля Volkswagen. Сейчас будет проводиться дознание. В ходе дознания будет определяться полностью вина. Водителю автомобиля Volkswagen грозит лишение прав на срок до трех месяцев, либо штраф в размере до 30 РУМЗП. К другим темам. Попасть в культурное пространство нашей Республики из любой точки мира. Теперь сделать это возможно с помощью интернет-портала, презентация которого прошла сегодня во Дворце Республики. Культура Приднестровья – так называется новый сайт. Над его созданием около трех месяцев совместно трудились Министерство просвещения и Союз дизайнеров Приднестровья. За это время со всей Республики была собрана информация о музеях, памятниках, творческих коллективах и культурно-досуговых организациях. Феномен культуры Приднестровья, он до сих пор еще достаточно не изучен. И поэтому портал является той первой попыткой осмыслить и обобщить как культурное наследие края, так и современные культурные тенденции, которые сегодня имеют место в нашей Республике. Мне хотелось его сделать живым, потому что именно сайт культуры мне показался должен быть таким. Разработчики портала говорят, что они постарались не только наполнить сайт познавательной информацией, но и сделать его площадкой для общения. У нас есть разделы «Гостевая», где каждый может зайти и оставить свои сообщения, свою информацию, может выложить фотографии. И также у нас есть раздел «Обратная связь», где любой может задать вопрос. Кроме этого, по словам Вячеслава Долгодворова, виртуальная база данных постоянно будет дополняться и обновляться. На страницах сайта появятся фотографии экспонатов, которые находятся в музейных хранилищах и анонсы мероприятий. А в будущем будут доступны версии веб-сайта на молдавском, украинском, а также английском языках. Светлана Березовская и Павел Божонко. Первый Приднестровский телеканал. А сейчас время для новостей спорта. В эти дни проходит розыгрыш Кубка мира по гребле на байдарках и каное. В гонках принимают участие и приднестровские спортсмены. Об этом и не только в обзоре спортивных новостей. Первые этапы Кубка мира по гребле на байдарках и каное прошли в Венгерском Сегиде и Чешском Рачице. Воспитанник Тираспельской школы гребли, выступающий за сборную России, одержал две победы. Олимпийский чемпион Александр Дьяченко в паре с Юрием Постригаем показал лучшее время в соревнованиях байдарок-двоек на своей коронной дистанции 200 метров. Василий Погребан и Виталий Юрченко, соревнующиеся в составе четверки в заездах на тысячу метров, пока имеют третье и пятое места в своем активе. Между тем, одиночник Олег Харитонов показал шестое и пятое результаты в спринтерских заездах. Следующий этап Кубка мира состоится в первые дни лета. Уже в предстоящую субботу на гонках стартуют и наши канаисты Алексей Каравашков и Кирилл Шемшурин. Между тем, в Кишиневе на международном турнире имени заслуженного тренера Молдовы Михаила Чудина выступили наши дзюдоисты. Столичная команда в составе четырех человек привезла две медали различного достоинства. Юрий Симыкин, выступающий в супертяжелом весе, занял второе место. Среди кадетов отличился Филипп Паша. В весовой категории 73 килограмма он стал третьим. Юношеская сборная Молдова по футболу до 19 лет готовится к товарищеским матчам с украинскими сверстниками. Спарринги состоятся в Киеве 2 и 4 июня. В конце этого же месяца молдавские юноши проведут выездные встречи со сборной Албании. Ну а национальная команда страны в преддверии матча отборочного цикла чемпионата мира 2014 года. Уже известна группа арбитров, которые 7 июня в Кишиневе будут обслуживать поединок Молдова-Польша. Это испанские специалисты во главе с Фернандо Витьенесом. Юлия Саркопут, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости уходящего дня. С последними событиями также можно познакомиться на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра, последний день мая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акция в магазине техники Фокстрот. Со 2 апреля по 20 июня беспроцентный кредит без справки о доходах. Сроком до 24 месяцев. Например, стиральная машина Индезит всего за 140 рублей в месяц. А жидкокристаллический телевизор LG всего за 380 рублей в месяц. Магазин техники Фокстрот. Комфорт и цены одно удовольствие. Центральная улица города Тирасполь, 25 октября, 98. Телефон 7-2007. Это была последняя информация выпуска. Всего вам доброго. И до встречи на Первом Приднестровском. Как всегда, вовремя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин